Торнадо Энерджи! Забавная машинка вышла на супертесты, башня мне очень нравится, да и корпус, в принципе, тоже вызывает интерес, видите, насколько, ну, блин, такое ощущение, что его дядя Вася где-то в гараже варил, башня, интересно, круглая, ну, реально, как будто кастрюлю забронировали. Ладно, давайте посмотрим, что за машина, это премиумный танк Германии, средний танк, вот, с пушкой а-ля 9 сантиметров, средний урон 200. Да, я видел танки с уроном 240, это было мало, 200, ну, разработчики экспериментируют, зато, смотрите, почти 11 выстрелов в минуту, это очень хорошая скорострельность, больше 2000 урона получается, то есть это именно скорострел. Пробитие, правда, подкачало, видите, 205. Интересно, это 205 какими? Бронебойными, аккумулятивы 255. Жесть, сами разработчики сказали, что у танка брони нет, давайте глянем, 115, но я бы не сказал, что для среднего танка в НЛД 115 брони это, типа, нет. Ну, конечно, это не супер много, но, блин, это броня, и ВЛД 115. Фугас танканет. Я стебусь, ребят. Так. Не, ну, тут я понял, к чему они про отсутствие брони говорили. Я по кругу смотрю, есть вообще 60. Короче, башня, ну, просто плохая. 60 миллиметров. Ну, лючок не выпирает, да никто не будет его выцелить, когда у вас броня вот здесь 80 миллиметров. Ну, нет танков на восьмом уровне, не способных пробить 80 миллиметров. Я боюсь, сюда даже часть фугасов будет залетать, а в корму 25. О, в корму точно будет залетать 25. Пробитие на восьмом есть у многих барданг. Да, правда, не толстая машина. Вот. Корпус салба, вот эта часть неплохая, все остальное полный картон. Смотрим. ТТХ. Так. Со стопроцентным экипажем уже 11,5 выстрелов в минуту. Ну, поставьте сюда досылатель, получите... Сколько сейчас урона? 2,276. Это очень хороший урон, кстати. Ну, 2,500 можно, я думаю, получить будет. С досылателем чистым. Разброс на 100 метров 0,37. Со стопроцентным экипажем, вы видите, уже 0,35. Время сведения 1,4. Углы вертикальной наводки 9. В общем, если бы не пробитие в 205 миллиметров, там хотя бы 230 бы сделали бы бэшками. Я бы сказал, что это офигенный дарокол. То есть, он кусает по чуть-чуть, но очень часто. Смотрите, перезарядка 5,27. То есть, можно меньше пятерки сделать в легкую. Да, я думаю, даже до 4,5 секунд можно вкачать. Так, вообще, буха вот по всем параметрам неплохая. Стабилизированная все дела. Ну, 1350 прочность запас. Удельная мощность двигателя 23 лошадки. Максималка 65 вперед, 25 назад. Это будет шустрая машина. Ну, то есть, такой танк без брони с хорошим передвижением по карте. Средние показатели по незаметности. И обзор 380 метров. Не знаю, ребят, это премиумная машина. Зачем и куда, и когда, и как ее разработчики захотят внести в игру, понятия не имею. Но, кроме вот фишки с ДПМным стволом, у нее ничего нету. Я думаю, надо апать. Делать суперстабилизацию, хорошее пробитие. И тогда у нее есть шанс поиграть. Вот в таком виде я бы не хотел на ней играть. Ну, я не играл, может и ошибаюсь. Своё мнение напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.